Всем привет! Харьков на связи и наш канал Декорочка. Сегодня я хочу рассказать о работе с материалом Санфарба компания Файдаль. Мы будем наносить сахару. Для нанесения в первую очередь нам нужна подготовка поверхности. Поверхность должна быть идеальная под покраску. Мы задавали краскопультом в два слоя. Цвет легкий бежевый оттенок. Сделали вручную калировочку. И основание у нас готово под нанесение материала. В двух словах про сам материал. Материал называется Санфарба компания Файдаль. Это акриловая дисперсия с наполнителями в перламутре. С таким полупрозрачным березым оттенком, который нужно вносить кистью. И чтобы правильно и качественно и красиво все нанести, нужно брать хороший инструмент. А именно кисты для акриловых материалов. А не вот такие сухари, которые я иногда увидел на объекте. Я использую широкую кисть и вот такую маленькую для моделирования уже непосредственно рисунка. Вот такие вот видники категорически не стоит использовать, потому что будут полоски, полозни. Вы просто материал, который очень прост в нанесении, испортите. Поверхность прокрашена, готова под нанесение. Поехали. Наносим Санфарбу. Для этого берем кисть для акриловых материалов. Широкая макловица. Материал разбавляем на 15 процентов водой, чтобы он сохли моментально и у вас было время его смоделировать. Но даже если вы прервались на стенки, как сделал я специально, чтобы показать, как стыкуется материал, в этом страшного ничего нету. Потому что материал уносится в два слоя и отлично стыкуется. Очень важно перед нанесением хорошо помешать материал и при работе тоже его подмешивать, так как бисер оседает. Берем небольшое количество Санфарбы и ровненько, средним слоем. Распределяем ее по поверхности. Нюанс этого материала, что он акриловый и имеет белесость, но она при высыхании полностью исчезнет. И немножко сложновато моделировать рисунок в плохом освещении, поэтому свет должен быть боковой направленный, чтобы видеть бисеринки, которые формируются в рисунок. Ваша задача их просто согнать в тот рисунок, в который вы хотите. Можно делать ручками или протяжкой. В нашем случае мы делаем диагональную протяжку. В технике нанесения Сахара я разделяю три момента. Это первый, нанести материал на стенку, момент номер два. Это смоделировать его кистью сначала маковицей, а потом такой тоненькой кисточкой для конкретного формирования рисунка бисерком. И потом, когда материал подхватится, подсохнет немножко, вот такими легкими движениями сгладить полоски и неровности. Удобнее работать вдвоем. И мы сейчас покажем, как это правильно делать. Музыка 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 После полного просыхания от санфарбы точечно проходимся по поверхности и ретушируем на момент каких-то изъянов или дефектов. Особенно уделяем внимание углам. Поверхность просохла, наш декор готов. Смотрим результат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok